Рав, доброе утро. Наши тяжелые времена, наша трудность в продвижении не позволяет многим товарищам продолжать продвигаться как раз так. Что значит, что творец-поручитель? В чем его поручительство выражается? Творец не может. Сделать уступки в нашей работе. Без нашей работы мы не будем способны раскрыть все творение в 620 раз больше, по силе, как мы должны раскрыть. И поэтому... Но это нет уступки, это законы природы. Творец – это, в общем, общий закон всего мироздания. И поэтому я не понимаю, что называется, что товарищи не могут. Не могут, значит, продолжают. И не могут. И не могут, но продолжают. Это... Нет в этом ставить условия силам природы. Мы думаем о Творце, об отношениях наших с Творцом. Как будто это можно изменить. Ты можешь изменить законы электричества или законы притяжения одного тела другим. Поэтому все законы физики, вы можете их изменить. Нет. Вы обязаны изучать их, знать, как пользоваться ими. Для какой-то цели, которую вы определяете. В духовном мы даже не определяем цель. И поэтому мы не ошибаемся, если мы слушаемся сил природы. Мы только нуждаемся в объединении. Вот и всё. А силы для объединения находятся во всем нашем окружении. И против этого есть силы разделения. И мы должны определить, чего мы хотим, как соединять их. Несмотря на силы разделения. И тогда у нас будет в наших руках две силы. И сила разделения, которая называется эго. Которая присутствует в неживом растительном животном, говорящем во всех формах, которые есть. И также сила объединения. В той мере, в которой мы соединяем силы разделения, это в подъеме над ними, на более высокий относительно них уровень. Мы действительно можем взять у них очень большую мощность силы. И так мы приближаемся к духовному кли. От материального уровня к духовному уровню. И это кли, в котором есть уже силы объединения, которые называются Наранхай. И раскрываются свойства, принципы новые. Большие. Но быть в этом, мы должны, чтобы быть в этом, мы должны пройти эти какое-то сокращение. Махсом. Разные такие помехи в пути, для того, чтобы перескочить на более высокий уровень. как мы учим это, тот, кто учил в процессах в химии, в квантовой физике, в разных вещах. Есть скачок. Есть состояние, когда мы собираем силу все больше и больше, пока не реализуется этот скачок в нас, над нами, нами и так далее. Поэтому у нас нет возможности ждать, пока силы природы изменятся. Это не изменится. Я вая не менял, так написано. А мы должны стараться познать познать эти силы, эти законы и соблюдать их, исполнять, насколько возможно. И тогда мы увидим, насколько это верно, универсально, насколько это вечно и совершенно. что-то верно. Спасибо за субтитры